итак здравствуйте народ сегодня у нас добавление в рубрику под названием что внутри и рассмотрим мы данный аппарат под названием nota 203 черточка 1 стерео ну и так как видите снизу у нас регулировка присутствует индикаторы по размеру точно такие же как и в юпитерских стояло приборах в юпитере по моему ч 202 ч 203 я уже не помню в каком они стояли там точно такие же также у нас немножко по-другому сделаны лента протяжный механизм чем в знакомых мне юпитерах поскольку двигатель стоит где-то вот здесь получается ну и к нему вот идут пасеки передняя такая сторона вот так вот клавиши выполнены сзади них присутствуют рычажки механизм головки головка здесь стандартная ничего особенного так ну давайте на эту сторону и тут рассмотрим тоже поподробнее сейчас немножко поменяю позу штатива для удобства можно было все поподробнее рассмотреть ну вот наш любимый трансформатор который скорее всего он и задымился на так чисто предположение потом движок идет от движка его любимый конденсатор так это у нас релешка такая правда за что она отвечает я уже не помню но она присутствует и в маяке 205 еще во множество приборах также стандартная плата блок питания присутствует потом внизу также 5 наборов плат разных но стоит центральная вот плата и у нее вставлены пять отдельных плат и по моему на одной из них присутствует две этих платы усилителя ну впрочем мне не жалко давайте рассмотрим данная плата сейчас а вот все равно это потом обратно соберу так вот у нас первая плата то что говорил с вот такими вот к 157 уд 1 и ну то же самое только чуть-чуть другого цвета с лепестками это по идее две микросхемы усилителя так ну давайте ладно уже поскольку начали рассмотрим следующая плата ну пайка тут обалденно походу раньше ремонтировался так ух ты транзистор с золотишком золотым покрытием ну так же три микросхемы ну тоже практически подобные к 553 уд 1 а ну за что отвечает данная микросхема но я не помню кто захочет пробейте в интернете и так следующая плата ну по виду аналогичная то есть они две одинаковых тут вообще залито а самое забавное что это делал не я потому что он был данный аппарат под пломбой в этой платье ничего интересного это настройка чего-то был под пломбой и я вот перед обзором эту пломбу сорвал специально чтобы вам показать аналогичная плата с настройками так и вот здесь вот стоит шумоподавитель вроде бы сейчас аномацию нет нет не шумоподавитель шумоподавитель это здесь стоял наверное чисто предположение одна из этих плата отвечает за шумоподавитель но чисто предположение так давайте попытаемся сейчас эти платы пока время на убрать на место я их поставлю потом и рассмотрим нижнюю плату но как видите пять портов входа потом такие вот кнопочки потом за счет переключения рычажка то есть передних клавиш они нажимаются здесь на плате почти ничего нету на центральную парочку сопротивлений парочку подстроечных резисторов трубчатые конденсаторы больше ничего такого интересного не присутствует в принципе можно было и не смотреть ну что интересно было посмотреть на платы по большей части так ну вот эту плату я снимать не буду там ничего интересного там тоже пару резисторов за что она отвечает я не помню но там ничего интересного да трансформатору повезло меньше у меня предположение что он напитал влаги поскольку снизу посыпался этот я как его забыл ну воском походу что их проделают если я не ошибаюсь а вспомнил парафин вот парафином покрытые и короче снизу посыпался кусочкой парафина и это сам такой немного мягенький ну это означает того что он оцарел отлежание в кладовой бук кладовая находится у меня не в квартире а в другом помещении там довольно сыро ну и как то я положил данный прибор и забыл про то что он там лежит и лежал он там довольно таки долго ну а остальное в принципе все в хорошем состоянии не поржавела пластина от сырости но почему то она питала сырости трансформатор ну и скорее всего можно попробовать его феном просушить но шансы что это поможет есть но очень маленькие также есть вероятность что от нагрева может получится лак на самих обмотках а это уже будет проблема поскольку что получился лак нельзя так делать вот тогда трансформатор придет уже полностью в кондицию негодности так что скорее всего в данном приборе его когда то придется заменить но как это когда наступит я не знаю скорее всего я кому то его перепродам будет он с ним мучиться поскольку мне хватает и моих юпитеров но этот прибор когда то я не помню мне отдали на халяву но кому понравился данный обзор что внутри ставим лайк пишем обязательно комментарии делимся в соц сетях рассказываем о моем канале друзьям и так же пишем еще раз пишем мне комментарии по разным поводам может что то увидели на видео например про микросхему заходите можете написать что это микросхема и ттп также также может быть можете писать идеи для самоделок что можно данного аппарата сделать ну и тому подобное все будет интересно почитать и не только мне но и людям которые зашли первый раз на мой канал чисто на это видео ну всем пока 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 пока